На повестке дня принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельной категории семей, имеющих несовершеннолетних детей. В совещании приняли участие более трех тысяч человек. Провела видеоселектор Галина Зорина. Вице-губернатор Кубани доложила, с 1 по 29 декабря по инициативе губернатора края Александра Ткачева будут организованы подворовые обходы. В состав рейдовых групп войдут специалисты социальных служб, полиции, МЧС и других ведомств. Основная цель таких рейдовых мероприятий – изучить условия жизни семей в связи с предстоящими новогодними праздниками, помочь родителям в сложных ситуациях и еще раз обезопасить детей во время каникул. Вице-губернатор отметила, что большую помощь в работе оказывает детский закон 1539, который приносит свои результаты. На ночных улицах стало меньше детей и преступлений, совершенных детьми, против детей становится меньше. Но тем не менее, все равно у нас еще есть ситуации, случаи, моменты, которые не только происходят, но и заставляют сердце леденеть, когда слышишь какие-то очередные сводки. Межведомственные рабочие группы должны возглавить сотрудники учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений и управления социальной защитой населения. Специалисты возьмут на контроль состояние системы отопления и проводки, обследуют качество жизни в семьях социального риска, обратят внимание на семьи с низкой медицинской активностью и одиноких малолетних мам. С детьми будут проведены беседы на тему правил безопасности при обращении с пиротехникой и соблюдении правил дорожного движения. Всего в Анапе планируется обследовать 2250 семей.